Новая коронавирусная инфекция внесла и продолжает вносить коррективы в жизнь практически всех стран мира. В конце марта Всемирная организация здравоохранения объявила это заболевание пандемией. Это понятие обуславливает всю серьезность и опасность данного типа вируса. Что касается нашей страны, то в настоящее время во всех регионах происходит поэтапная отмена ограничений. О ситуации в Кашхабинском районе на сегодняшний день мы поинтересовались у нескольких ведущих специалистов Центральной районной больницы. Одна из них – помощник эпидемиолога Центральной районной больницы Ирина Ступникова. Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, угроза заболевания новой коронавирусной инфекцией не исчезла. Напротив, недооценка этой реальной опасности, игнорирование профилактических мер повлекли за собой последствия в результате которых в нашем районе с середины июня произошел рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 23 июля на лечении находится 69 человек. Лечатся амбулаторно – 36, стационарно – 33. Действующих очагов заболевания – 45, из них семейных очагов – 12. Семейные очаги – это там, где болеют два и более членов семей. В контактах с больными людьми в очагах наблюдается медицинскими работниками 166 человек. Небольничными пневмониями болеют всего 57 человек. У 43 человек пневмония вызвана ковид, и у 14 возбудитель не установлен. По муниципальным образованиям заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выше районного показателя в Егерухаевском сельском поселении, Кашхапльском и Бличепсинских сельских поселениях. Ниже районного показателя в Дмитриевском, Ходзинском и Майском сельском поселениях. Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Натайбовском сельском поселении, 5 случаев и в Волинском сельском поселении всего один случай. Хотелось бы в очередной раз напомнить жителям района о серьезности ситуации и призвать соблюдать требования врачей и предпринимаемые руководством района совместно с Роспотребнадзором Меры. О профессионализме врачей и обслуживающего персонала нам рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по лечебной части Назирет Пчегатлук. С началом пандемии в районе работает 6 выездных бригад, в состав которых входит врач, медсестра и водитель. Выездные бригады у нас работают и в праздничные дни, и в выходные. Все сотрудники прошли обучение по отбору биоматериала, по работе со средствами индивидуальной защиты, как организовать дезинфекцию помещения. Водители транспортных средств также у нас оснащены средствами индивидуальной защиты. Приказом по учреждению назначены ответственные лица за соблюдение всех мер безопасности на территории ЛПУ. С началом пандемии у нас рост заболеваемости в нашем районе был на низком уровне. Сейчас, с середины июня и в данный момент резко повысился рост заболеваемости. В первую очередь это связано с тем, что население пренебрегает всеми мерами предосторожности и посещает места скопления людей. Это похоронные обряды, свадьбы, дни рождения. Также летний период люди более активными стали. Самые первые очаги у нас появились в Дмитриевском сельском поселении. Очаги там удалось локализовать благодаря не только нашим медработникам, которые отнеслись с пониманием ко всей ситуации, но и жителям этого населенного пункта, которые с насторожностью отнеслись и соблюдали все меры безопасности. В данный момент у нас очаги в основном в Кашихабльском сельском поселении. Эти очаги до сих пор не локализованы и продолжают расти, потому что население не соблюдает никаких мер, хотя мы не разу об этом информировали. Очаги растут и в основном растут семейные очаги, где люди болеют семьями. Также в районе заработали детские образовательные учреждения. Мы призываем родителей не отводить в детские сады деток с первыми признаками респираторно-вирусных заболеваний. То есть при повышении температуры, каких-то признаков простуды, ребенка лучше оставить дома и вызвать педиатра на дом. Это способствует не только нераспространению инфекции, но и быстро начать лечение. Также при появлении первых признаков острых респираторных вирусных инфекций, не только детей, но и взрослых, необходимо оставаться дома, вызвать врача на дом без посещения медицинского учреждения. Не возникает сомнений в том, что первыми с эпидемией сталкиваются врачи. Сегодня о коронавирусе говорят абсолютно везде, начиная с социальных сетей и телевидения, заканчивая очередью в магазине. И, наверное, каждый знает о мерах его профилактики. И хотя риск встретиться с вирусом есть у каждого, медработники стоят на шаг ближе к заболевшим. Просто выполняя свою работу, они каждый день подвергаются риску заражения, в том числе и коронавирусной инфекции. Чтобы обезопасить себя и окружающих, в Кашихабской ЦРБ организованы и проводятся все дезинфекционные мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Используется оборудование по обеззараживанию воздуха. Сотрудниками учреждения соблюдаются все меры безопасности. Работа в СИЗ, ежедневная термометрия, расписка сотрудника о состоянии здоровья в журнале учета здоровья. В учреждении имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19, в целях обеспечения безопасности в поликлинике и на участках организована работа с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим и больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет. Рецепты по льготному лекарственному обеспечению также оформляются дистанционно. Приняты меры по своевременному появлению пациентов с признаками ОРВИ, обеспечить отдельный прием через приемные смотровые боксы пациентов с признаками заболевания остро-респираторными, вне больничной пневмонии. Уважаемые жители Кашхабского района, еще раз призываем, берегите себя и своих близких. В заключении хотелось бы напомнить населению о том, как вести себя при контакте с больными. При уходе на дому за больным в легкой форме коронавирусной инфекции необходимо поместить больного в отдельную комнату. Если это не предоставляется возможным, то нужно находиться на расстоянии не менее 1 метра от больного, исключить полностью визиты посетителя к больному до полного его выздоровления. Нужно принимать меры, обеспечивающие гигиену рук после любого контакта с заболевшим. Пациенту следует предоставить медицинскую маску, которую он должен по возможности носить постоянно. Если человек не переносит наличие на лице медицинской маски, то он должен соблюдать правила респираторной гигиены. То есть он должен прикрывать рот и нос при чихании, при кашле одноразовыми салфетками, которые должен сразу утилизировать. Ухаживающий за больным тоже должен носить медицинскую маску, плотно прилегающую к лицу. Не следует прикасаться к маске, когда она загрязняется. Если маска промокла и загрязнена, ее нужно обязательно поменять на сухую и чистую маску. Следует это сделать правильно, взявшись за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски. Нужно избегать прямого контакта с биологическими жидкостями больного. До и после снятия перчаток и маски нужно обязательно проводить гигиену рук. Для пациента нужно специально выделять столовые приборы и посельное белье, которое нужно обязательно после каждого применения обрабатывать моющими средствами. Поверхности, которым регулярно соприкасается больной, нужно обязательно каждый день обрабатывать дезинфицирующими растворами. Для первичной обработки нужно использовать 0,5% раствор гипохлорида натрия в соотношении 1 часть раствора на 9 частей воды. Одежду, постельное белье, которым пользуется больной, необходимо стирать отдельно. В стиральной машине температура должна быть 60-90 градусов и тщательно высушивать. Следует избегать других контактов с контаминирующими предметами, которые пользуются пациентами. Например, зубные щетки, полотенца и так далее. Ну а нам остается пожелать всем здоровья. Берегите себя и близких. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.